и снова здравствуйте всем привет и так значит индейцам в прерии в степи нужны буйволы значит бесплатных буйволов я не могу найти грубо сказать что качество для мультфильма меня не устраивает да давайте вот из быка вот этого которого я делал сделаем значит буйвола значит тут развертку я пока низко полигональную дарю и от с высокополигональной будем работать так текстура значит импорт и где тут вот я тут накачал вот тут наверно будет прикольный как он называет бизон зубы так вот он в принципе ничего такой прикольный типан но с этого мы возьмем значит возможно окрас раскраску а другого нужно взять именно форму форма у нас какой более соответствует д так наверное попробуем какого так ну давайте вот этого вот раз вроде бы такой ничего так так побольше его делаем делаем его прозрачным все по прошлым роликом поделать было бы интересно так значит что нам нужно нам нужно попасть по лапам ну плюс-минус да так вот попали по лапам теперь что так задницу вот эту с хвостом нужно припустить так как это дело культурно сделать даем мофт поладжи и погнали значит побольше кисточку так хорошо это дело все знаю замаскировать но сейчас так так еще наверно прозрачность побольше так лапы совпадают тут совпадает так что у нас по симметрии их симметрия включена так а ну-ка если картинку еще сделать побольше чтоб меньше тянуть да так это получается где-то вот в таком ракурсе значит тут у нас горб более-менее соответствует как задницу мы прижимаем хвост потом подправим он еще меньше у него так что еще у него у него значит тут эта часть отвисает лапы немножко тоже подтягиваем подгадываем так тут у передние лапы тоже интересны у него у него тут посадка на поменьше и вперед у так аж так теперь по башке так посмотрим что получится так это значит здесь нос уплотняем вытягиваем вперед как-то так так сапатка и челюсть у него побольше выходит да вот так как-то вот такой уродец так здесь еще побольше лапы передника вы поменьше у него так вот башкой сейчас нужно будет поработать так это глаза чуть в боку ведем сапатка значит челюсть у него так а здесь на кисточку поменьше я не знаю это волос скорее всего потому что не может такая челюсть у него быть вот как-то так что-то должно быть так еще что значит чуть вперед смотрим насколько он уродлив да так побольше значит бошку так здесь тоже чуть-чуть надуваем вроде бы на кого-то н того и похож так а ну-ка так надо фас найти зубра а ну-ка сейчас я поищу так добавим давайте текстурки башки ну-ка где она тут так как то так зэта отключим глаз смотрим что у нас тут получается с башкой так в принципе попал но по глазу не попал да так по глазу я не попал значит поменьше кисточку и вот это дело глаз попробуем натянуть сейчас все это дело подправить надо будет вот так сапатку тоже поправляем тоже здесь поправляем что тут у него еще есть так есть такое дело а ну ка ну уже более-менее так вроде бы уже что-то этакая вырисовывается мультяшная в принципе ничего так нормально так подправим сейчас глаз это значит кисточка стандарт давайте попробуем так я пока текстур отключу и переключусь на любимую свою глину так через альт значит глаз вдавливаем и и значит лучше кисточку клэй билда взять и поставить ее на автомаскинг так бакфейс маск интенсивность на двоечку так и вот это все дело так тут снизу тоже у него глаз до оформить скулу добавить а как же без кулу так же так а ну-ка есть такое дело так что у нас теперь с оплаткой с оплатку тоже мы до оформим тут тоже губы под накидаем так что тут происходит у нас с этой частью так и через альт надо это дело там повдавливать чтобы потом мог он открывать рот так шифтом выглаживаем добавляем вот на эту мягкую часть наверное как губная да так ухо так это все дело есть так здесь тоже добавляем массы сейчас тут еще шерсть надо будет добавлять мне кстати альфы где-то были и тут вопрос какой что вот эти вот рога это очень они большие мы сейчас вот так вот раз замаскируем и делом ctrl w сделаем дубликат и оп ctrl shift левая кнопка мыши удалим значит тело и модифит ополаджи дел хидан так а здесь значит на верхний персонаж выберем персонажа и удалим рога геометрии так дел хидан так теперь два рога нам не надо выбираем alt левая кнопка мыши рога видимость поставим нашу быка и один рог замаскируем так и к симметрии отключим один рог замаскируем чтобы он не мешался так теперь вот этот рог с уменьшим так а ну-ка на него подставим так и подставим к нашему значит бизону так рог есть так маловатый но ничего сейчас мы кое-где на дуем кое-где подтянем и где-то подрегулируем так заходим теперь в деформацию и значит инфлат чуть-чуть его надуем так ну я думаю такой вот размер у него нормальный но вот теперь так так что у него там за форма а у него кверху как бы да ну мы чуть-чуть его сейчас выгладим чуть-чуть значит мофта положи доведем ему в бошку закроем все пространства которые должны быть закрыты так смотрим так он чуть-чуть равноватый должен быть вот так вот меньше в принципе ну куда уж какая-то меньше но там то они у него маленькие почему маленькие не знаю как он будет с ними биться да но так где-то и они у него подняты почему-то к верху вот так вот тут подгоним тут подправим потом все это дело склеится не суть вопроса да так ну нормально так возможно еще поменьше да ну-ка раз ну давайте еще поменьше так теперь что делаем геометри делаем миррор ну вроде бы да вот теперь он похож на этого зубра alt лево окно камыши давайте с хвостом разберемся shift z уберем вот эту голову и смотрим что у него с хвостом хвост у него мелкий а ну-ка на хвост у него маленький это значит control и делаем такую штуку так теперь через control можно так кое-где замаскировать теперь подставим alt левая кнопка мыши мог этот пивот или как он называется транспорт и сделаем sky так откуда ну сверху все выходит все нормально так ну где-то будет вот такой у него значит хвост чуть-чуть подправим под анимацию чтобы было удобно потом кости вставлять чтобы он поровнее был и гнулся в разные стороны так что еще так так моргать он будет не будет ну давайте добавим веки это append добавим значит сферу frame мог включим подгоним подставим так глаза у меня в блендер есть я потом другие вставлены так еще раз с подгоняем большеватая века подправляем заводим поглубже делаем геометрии делаем дай на мэш уплотняем сетку и теперь значит control shift trim кур как-нибудь его под углом от собачиваем так опять же делаем дай на мэш control левая кнопка мыши снимаем маску на рабочем пространстве делаем мира так вроде бы все нормально так ну что еще можно сделать да выбрать кисточку стандарт сделать дров сайс поменьше и через alt ну чуть-чуть ее вдавить делаем дай на мэш смотрим чтобы не было сильно тонко потому что если будет тонко начнет рвать а рвать начнет потом будет неинтересно будет сетка нарушаться так теперь чуть-чуть еще до оформим значит вот эту скулу предносим мягкую ткань под глаз добавим так мофта положи немножко глаз сосуде сюда оформим дотянем не может он таким быть так эту значит побольше часть пошире как-то так-то так нос давайте еще надо оформим нос это кисточка уже пусть будет стандарт по большему с оплатку сделаем вот так об мофта положи сделаем более квадратную вот так с отелу как-то так наверно так здесь чуть побольше там чуть поуже так получился вот такой вот бизон в принципе почему у него бошки больше чем тело вот интересная такая порода так я вот еще наверное для прикола вытяну ему побольше вот этот горбину а ну-ка тогда здесь вот кое-где нужно вдавить вот так а горбину за побольше его сделать вот таким вот образом и значит горб как бы пошире вот таким вот образом так есть такое дело давайте все это немножко теперь выгладим вот так чтобы это было гладко и нужно подключить значит альфу так вот здесь наверное еще какую штуку сделать в принципе нормально да грудину можно тут еще поднять так здесь вроде бы все нормально так вот нужно еще отбить ему вот этот вот эту часть вот так вот вроде бы ничего так так задница нормально так давайте чуть на побольше сейчас челюсть ему накидать надо вот так вот так вот ну как то так то так обрежем немножко ему губу нижнюю так 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 подгоним и значит через альт вот так это дело сделаем и об этом наверно многовато так вот здесь еще тоже до оформим в принципе что в принципе не так то он и хреново выглядит там гашев z здесь у него прям хорошо шерсти да не знаю как делаться будет потом анимация если вот эту часть часть грудинку у него еще ниже опустить где у него будет линия сгиба вот вопрос здесь еще тогда добавим придется дополнительные кости ставить на шею на всю эту штукенцию так здесь побольше здесь вперед выпуклась какая-нибудь должна быть как кажется не видели не знаем но предполагаем где-то должно быть так так нам теперь понравится альфа так одишь ее искать давно я уже шерсть не делал так так это вот она шерсть так а ну-ка кстати вот то что раньше было то что раньше было для скачивания сейчас тут многого этого уже нет и то что я раньше нахожусь выходил сейчас я это найти уже не могу вот печалька так теперь дракс одета в папках есть нужно искать так раз и вот сюда будем сейчас шерстью так вот накидывать так здесь она еще по горбине проходит так поменьше кисточку сейчас был на башку добавлять снизу вверх был так раз а ну-ка control д еще больше добавить полигонажа так а ну кисточку если еще побольше добавить вот так будет по цивилий так что у него там с башкой с башкой у него теперь здесь поменьше делаем интенсивность и чуть-чуть у так вот под накидаем касается типа есть да так здесь есть где у него еще там шкура так мофта положит не знаю тут по-хорошему вот эту часть еще больше ему а вот еще больше растянуть тогда получается что глаз немножко ушел глаз чуть-чуть на сюда и тогда получается у нас веки веки нужно подправить значит одно века маскируем и мофта поджи вытягиваем а вот сюда вот тогда кисточка стандарт альфу отключаем переключаемся значит скульпт и здесь через альт надо глаз побольше выемку а то потом будет геморрой и некрасиво выглядеть если маленькие делать вот эти вот выемки так а ну ка ну а так control z пока дай нам и сделать не надо что делаем веки мира так нос есть все есть как давайте еще наверно альфы добавим так альфу на нос еще на побольше что добавить как-то так-то да так теперь нужно долепить ему уши клэй build up ставим поближе интересный персонаж все у него как-то укорочено как-то все мало да так а ну-ка это закроется потом долепиться так ну копыта дорисуем в принципе чё почти уже и буйвол теперь нужно ему цвет нормальный подыскать что у нас тут с текстурками так вот хочу ему больше такой как бы рисованный вид нашел вот картину и вроде бы она меня как бы устраивает такой прикольный у него и цвет рисованный так кисточка стандарт ставим на покраску зад отключаем сейчас намалюем пока что-нибудь так у него вот еще лапы тут поширше да а ну каше взлет но в топологи вот эту часть еще надо растягивать а ну каше взлет поменьше делаем это кисточку и коп как бы так бы наверно так материал значит белый смотрим вроде бы симпатно нужно тебе подгадаться вот под это тело кисточка стандарт чуть-чуть можно перекрутить подогнать где у него тут копыта чтоб видно было там подкрасим там подбавим теперь так и поворачиваем боком вот в такой ракурс пробуем поймать значит вот этого первого персонажа так так вроде пойман теперь нужно поймать вот этот переход горба даем так так правильно так 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 что у нас по лапам лапы наверно возьмем от передних так вот так как z смотрим теперь вот эту нижнюю часть ставим интенсивность поменьше и будем тонировать значит c английского выбираем какие-нибудь значит какой-нибудь цвет так есть такое дело здесь вроде оставляем так теперь shift z здесь мне верхняя часть не нравится вот так будет получше так теперь c английская уши я хочу сделать темными так есть такое дело сапатка определена так c на сапатку чуть-чуть еще добавим темненького так на губу c добавим чуть-чуть светлого чтобы было видно что у него тут губа вот так будет поприкольнее думаю так теперь значит века c это будет черная так и тут интенсивность можно прибавить так по копытам вот копыта мне вот этот не нравится значит c выбираем alt левая кнопка мыши так нет копыта пусть будет черный так она лучше будет я думаю так будет она лучше так есть такое дело вверх вроде бы нормальный тут переход есть вот теперь нужно вот этот c выбрать цвет уменьшить интенсивность и попробовать вот этот заднюю часть вот чуть-чуть осветлить здесь значит у нас получается как бы рисунок и значит локти вот эти сделаем потемнее так а здесь получается вот это так если сюда волос добавить что не рекомендуется наверно давайте c какой-нибудь больше присутствующий цвет выберем и вот как все подтонируем тут все пускай тут как бы пятнами еще не вопрос так теперь вот здесь вроде бы как бы тоже шерсть тогда мы выбираем опять же альфу текстуру дров сайс так рисовалку цвет отключаем и пробуем так вот тут на эти части тоже чуть-чуть подобавляем короче он как бы пришивый такой линяет так тут вроде бы нормально так ну здесь еще чуть добавим так куда еще но вот тут на ногу чуть-чуть так есть такое дело ну и можно наверное куда еще здесь вот по низу еще пройти ну и на хвост наверно так она на задницу тоже на чуть-чуть добавим вот так пойдет так что еще можно сделать вот тут у него получается что века выше это как бы ограничение даем вот он тогда давайте попробуем мофта поводу вот это ограничение немножко вывести к нашему веку вот так вот раз вот вроде бы как бы да так теперь что еще можно сделать можно попробовать так делал hidden подразделение удалить и попробовать еще значит автомаскингом поиграться не знаю насколько он вытянет вот этот окрас так это значит у нас так где ты тут то у нас а деформация маскинг мазби калору масби интенсив пробуем его alt левая кнопка мыши на центр так разграничение вроде бы появились много не надо ну в принципе чё так теперь нужно пас покрасить рога давайте попробуем подогнать эту картинку так как бы и так zed выберем картинку и развернем вот так вот и теперь zed отключим глаз и попробуем как-нибудь их вот а тут рога у него поболя будут а я сделал поменьше поменьше тоже прикольней тогда увеличиваем рога пусть будет маленький так zed так 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 еще как повернуть alt левая кнопка мыши перетащить так alt нажимаем на рога смотрим что у нас рога включены не включены не нажалось и значит пробуем их красить так вот так покрасим а теперь немножко от себя добавим цвет вот так слегка подтонируем так и значит другого рога c выберем темный цвет поменьше кисточку побольше интенсивность и мазнем день тут так так некрасиво тогда интенсивность поменьше кисточку поменьше и просто будем сидеть вот так вот тонировать а ну-ка о и сделаем геометрии мира ну ничего такой вышел симпатичный зубы рда вроде бы ничего вроде бы по кайфу а ну-ка смотрим если цветность моему отключим то вот у него значит волос в принципе чё неплохо выглядит так а ну-ка так пробуем теперь сделать что ему так вот у него вот эта башка наверное еще побольше должна быть а ну-ка давайте эксперимент так alt левая кнопка мыши и тут рога у него а мы переключимся на нашу голову и поднадуем тут еще скворню так вот да вот это был такой персонаж не надо башка у него какая да и тогда прикольный типом перекруточку развернем картинку и попробуем с дальнего подгадаться с и по его форме а ну-ка вот этот дальний вроде бы полностью соответствует форме так если башка его опустится вниз так тут у него еще какая штука control z вот эта часть у него еще надутая вот поширше вот так вот здесь как бы вмятина чуть-чуть нос еще как бы вперед поданная вот так вот о прижатый так рот повыше ну чтоб симпатюшный глаза ну думаю для мульта будет нормальный персонаж так теперь что делаем вот это все объединяем делаем мэрт мэрт даун алла войс и так и делаем дай нам из геометрии делаем дай нам из смотрим полигонаж а ну-ка мало 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 хотя бы 800 нужно нормально так теперь подкрасим вот эту часть c английская выберем закрасим вот этот переход как так и добавим мофта по ладжи так 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 немножко в тягу сделаем так есть такое дело ну в принципе не так страшно так теперь кисточка стандарт опять же давайте текстурку добавим и вот здесь немножко добавим волос йог сгладим эту штуку выберем кисточку клей build up и немножко через alt тут тут этот край сделаем помягче уберем его вот теперь выберем текстурку еще разочек ну здесь вот домолюем так что у нас теперь порогу так рок немножко до оформим что-то он как-то искривился вот так вот и кончики докрасим кисточка стандарт отключаем всю эту тряхомуть и докрасим вот этот кончик а ну-ка цем так он калжет rgb чтобы не было белых частей у нас теперь мофта поладжи и немножко а по копыта до форме так что у нас задними копытами тоже чуть-чуть их подтянем подправим все великолепный перс добавляем значит дубликат делаем смотрим что у него тут попали группам чтобы не было лишних полигруп control shift левая кнопка мыши можно понажимать или так проверить по цвету до поле подключаем теперь делаем что у нас симметрия стоит все нормально делаем значит геометрия за гмш четыре тысячи полигонов я думаю нормальный будет персонаж а ну-ка control d control d control d давайте они большие не надо на анка еще раз control d лям 200 пойдет и делаем теперь project all назначаем у полностью текстуры форму на низко полигональную накладываем высокополигональные детали словом так сейчас посмотрим что будет с нашим персом смотрим отключаем нижнюю текстуру сможет нигде его не порвало чтобы у него были нормальные детали и делаем за плагины ювимастер в ворт он клон он он в рэп за плагин делаем копии назначаем текстуру все детали и значит пасте вес смотрим чтобы у нас сейчас не барахлила и вес к можно сделать ювимап значит 4к но я всегда делаю на 2к вот они так текстура мэп подключаем new from polypaint клон заходим в текстуры переворачиваем для блендера и значит нажимаем на нашу текстуру экспортируем ее формате png чтоб меньше весело назначаем так буйвол это будет буйвол теперь делаем нормал мап на единичку подразделение опускаем делаем нормал мап крит нормал мап клон переворачивать не буду значит опять же png это буйвол нормал так сохранить и теперь сохраняем геометрии значит выбираем любое подразделение вот можно 19 тысяч ну они будут далеко там пастись в принципе нормал к это дело все сделает хорошо так делаем del hidden и значит экспорт пишем буйвол и вот этот файл я тоже сохраню файл сейф ас это будет буйвол значит текстура друг пригодится для передела чего-нибудь да так ну вот пока значит вот такая штукенция так теперь на заставочку screen документы чуть-чуть посветлее опа так ну идем теперь в блендер находим файл находим так опыт находим быка desktop бык вот он бык у нас значит уже с ригом добавляем тоже прикольный тип он получился так бык ликвидируем добавляем импорт об формат буйвол опс так привязываем значит выбираем буйвола привязываем цвета риджин 3d курсору и уменьшаем так теперь что у нас получается нам нужно чуть-чуть подправить риг так заходим куда заходим в edit mode и видим что у нас значит у буйвола вот такая вот проблема так проблема в чем в том что нужно вот этот вот g подправить тоже подправить так хвост ну давайте хвост я сделаю другой так а это косточка от кеда так это косточка тазовая а по ее нельзя удалять g подгадываем ее вот сюда и английская вытягиваем одну косточку и подразделяем ее так отвяжемые альпи clear parent и значит subdivision и добавляем все вот она будет ровно а вот эту косточку привязываем к тазу control и keep offset так копыта корректируем все тут вроде бы попало вот эту так стоп тройка на нампаде control z так вот эти части вот эти косточки нужно сделать побольше так опять же тяну не то делаем с и перетягиваем g значит вот сюда под шкуру теперь выбираем эти кости делаем g тянем их сюда так но эти косточки можно чуть подкорректировать а эти косточки можно g чуть-чуть припустить так рик значит с лошадей и я думаю что он будет работать без проблем просто на на ком он там на кабане на этом на быке работает нормально так теперь нижнюю челюсть g подставляем к нижней челюсти так вот это у нас кто тут такой так голову g подтянем чуть поближе к глазу так а эту косточку наверно видите она цельная я ее сейчас с обдевайдами сделаю и вот когда он будет наклоняться вниз нужно вот эту косточку отвязать alt p clear parent и привязать ее уже к этой control p keep of set для чего это делается для того чтобы можно было значит так это control z чтобы можно было вот эту голову потом вниз опустить так теперь лопатки работают вот эти вот лопатки это значит g вот здесь аж должны быть так это сгибается сгибатель будет g теперь пониже так а ну-ка да вот таким вот образом так нам понадобится теперь вот эта косточка и вот эта косточка тройка на нампаде мы их подгоняем под наши лапы чтобы не тянуло значит у нас внутреннюю часть так здесь будет прижиматься там будет дополняться что еще можно сделать так вот это у нас g это нос нос мы поставим тоже пониже чтобы губу верхнюю не тянуло при закрытии нижней так на веке не буду пока ничего ставить и значит ну вроде бы все так на грудину посмотрим потом если что-то я по тесту посмотрим если будет что-то здесь ломать ну тогда уже добавится так что еще так вот эта косточка кто и кости это кто и кости зубы при собачьем глаза добавим на место так обжиг нот выбираем нашего персонажа выбираем три контрол пи white автоматик выйдет все ничего не не замотюкалась выбираем значит рик заходим по смот смотрим как он работает нормально все работает так контрол z теперь что у нас с опуском мов включим так все работает контрол z так как я переделывал значит о челюсть даже закрылась а ну-ка r теперь значит g нижнюю нижнюю челюсть переводим на нижнюю челюсть так а ну-ка косточку корректируем g r где-то тут пусть будет да а эту косточку g опускаем к этой так это где-то здесь будет r перекручиваем все это дело подгоняем g так зубы у него присутствуют а нижних что-то я не вижу а ну-ка так вот они нижние нужно их наверное увеличить сейчас будет не вопрос теперь настраиваем хвост выбираем вторую косточку и первую делаем контрол с g в сочетание клавиш сделаем инверс кинематик заходим значит настройку кости у таргет и бон и удаляем и ставим влияние раз два три на три кости смотрим g так контрол z а ну-ка поставим на 4 вот все нормально гнется во все стороны просто хвост был видите ровный когда хвост ровный он гнется во все стороны так теперь что мы делаем заменить надо внешний вид вот этим костям н панель находим аддон рикту находим это будет у нас сферы крит делаем значит размер чуть-чуть в бок уведем и значит добавим бонгруппу бонгруппа пусть будет ну пусть будет желтая так теперь вот это это будет у нас управляшка это будет куб делаем кубу поменьше размер но чтобы было видно так опуск тоже делаем и значит ну пусть будет красная так теперь нужно цвет поменять видите что у этих костей синий стоит на быки они нормально смотрелись но здесь лучше чтобы были красные потому что когда будет делаться анимация это можно будет потеряться заблудиться вот голова тоже должна быть красная тут есть еще одна косточка которая отделена вот стрелка ей можно поставить вот ей можно поставить синий цвет вот видите что на желтом фоне вроде бы нормально будет смотреться так на шею на шею ставим циркл крит это будет желтый цвет так ну вроде бы что бычара есть все нормально проверяем если мы выберем вот эту косточку g видите мы можем опускать голову и r ее перекручивать g подтягивать ну все равно как то он потом еще наверно горбину так это g горб не передвигается будет передвигаться вот эта синяя косточка она двигает всю часть не надо тогда так вот она еще какая-то у нас кость так это значит ключицы так ну наклонить можно вот этой вот частью подождите ну-ка это за эту часть отвечает почему у нас так 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 а ну-ка тройка на нампаде r вот и тогда можно вот сюда его подтягивать и траву он достанет но при этом нужно еще жопой руководить жопой вот раз опускать так теперь control z control z control z все это на изначальный уровень так и прописываем а и чтобы у нас все это в сборе осталось не измененная да так теперь заходим нужно добавить глаза так глаза поднимем выше и сделаем с глазам текстурки я вот забываю на глаза подкидывать но вы их можете взять в любом файле там с ковбоями там еще что-то в этот час закинул и отдельно может закинуть там будут синие зеленые коричневые глаза текстурки просто забываю да скаченные они в других файлах я их оттуда беру а потом как-то с головы вылетает так edit mode а ну-ка английская l дилит вертикса один глаз удаляем и будем подгонять один глаз так раз засовываем его череп голова тройка на нампаде подгадываем g под века так глаз чуть-чуть вперед так-так-так-так-так-так тройка на нампаде ну в принципе чё в принципе нормально делаем модификатор мира and well по отношению к нашему быку так смотрим глаз второй появился появился да ну как то он они одинаково так apply применяем так смотрим что еще тут у нас сейчас я добавлю текстурки сразу чтоб не забыть так находим значит закинул я это делаем так находим шейдеры и найдем какой он где он тут у меня бык добавим глаза вот можно зеленые да так это у нас бы скалор тоже чего-то этакого ну в принципе нормально если вот здесь вот шипки потом добавить так то бык будет нормально смотреть так теперь что еще хотелось бы доработать зайдем давайте в скульп мод так поставим симметрию тянучка и чуть-чуть это дело все подкорректируем так веки приподнимем и вот эту часть чуть-чуть отведем и приподнимем чтобы перекрыть нижнюю часть глаза да так вот флешка у меня включенный раз уже подтягивать начало так и здесь вот тоже а ну-ка а ну-ка Так, 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 а ну-ка. Чуть-чуть растянем и чуть-чуть сделаем повыше. Так, нижние зубы у нас тоже, верхние точнее, тоже нужно пошире по челюсти подгадать. Ну, в принципе, нормально, ну, тоже чуть-чуть дайте, вытянем, поострее сделаем. Ну, красавчик, вот это теперь на дикий запад будет нормальный бизон. Вот такая штука. Всё, всем пока. Значит, бизон будет в группе, если кому-то надо, качайте. Анимации потом, может, сделаю, где они пасутся. И к индейцам туда где-нибудь в прерии можно будет их закидывать. Продолжение следует...